КАМЧАТКА ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Сегодня я буду читать Старые газеты То, что они публиковали в промежутке Между 24 и 30 декабря В разные годы века ушедшего Газета Камчатский моряк 24 декабря 1955 года Я уже говорил, что когда-то была такая газета Потом она называлась Моряк Камчатки А в начале 90-х годов Она смертью Божию помря Заметка Однажды в шторм Свирепствовал шторм Старшина катера РК 1555 Панчухарь поднялся Из кубрика на палубу проверить Как закреплены Швартовый Иди-ка сюда Позвал старшина матроса Смотри вам туда на середину бухты Видишь? Вижу Огонь Это сигнал бедствия Отдать Швартовый Скомандовал Панчухарь Раздался звонок машинного телеграфа И катер, отвалив от пирса Взял курс к центру бухты Пароход Кавказ стоял на дальнем рейде Когда моторист Горох И матрос Репинский Получили приказание Выехать на моторной шлюпке в город Сильный ветер и большие волны Затрудняли продвижение моряков Моряков охатывало студеной водой Моторист всячески оберегал мотор От проникновения в него воды Его усилия оказались тщетными Двигатель все-таки заглох Тогда и зажгли Репинский и Горох факел Который увидел с берега Старшина катера Жизнь моряков была спасена Это было 24 декабря 55 года Газета «Камчатский моряк» Но теперь переходим к газете «Алиутская звезда» Тот же самый день 24 декабря Но уже год 1969 Командоры Село Никольское Редакция газеты «Алиутская звезда» Дом культуры Райком ВЛКСН Профсоюзные организации района Объявляют фото-конкурс Командоры Мои командоры 70 Посвященные столетию Со дня рождения В.И.Ленина То есть Лукича Выставка проводится под девизом Имя Ленина в сердце каждом Жизнь наша советская Стройка шагает по тундре Молодость наша По заветам Лукича Тут написано «Ильича» Новые времена Новые профессии Расцвет национального Искусства и культуры И командоры Любовь моя Каждый фото-любитель Мог представить Три фотографии Форматом 18х24 На глянцевой Или матовой бумаге Не знаю Состоялся ли конкурс Наверняка состоялся Потому что Фото-любительское движение В Советском Союзе Было достаточно обширным День следующий 25 декабря 101 год назад 1917 год Объявление Камчатского областного комитета Доводится до сведения Лид занимающихся Рыбным промыслом Что в областной комитет От рыбопромышленников В настоящее время Поступили предложения Платить в сезон 18-го года За банку икры 6 рублей За банку пупков 6 рублей Цена эта По мнению комитета Не является Установившись И ввиду вздорожения Цена на рыбные продукты По всей вероятности К весне Будет повышена И еще одно объявление 25 декабря 17-го года В газете Камчатский листок Вследствие Дороговизны Кормовых средств Молоко из лавки Петропавловской Сельскохозяйственной фермы С 1 января 18-го года Будет отпускаться По 25 копеек За бутылку О чем и доводится До сведения Господ потребителей Петропавловская ферма Петропавловская ферма Тогда находилась В районе Между нынешними Четвертым километром И УВД В районе Ручья с названием Паганка 26 декабря Год 1919 Газета Камчатский вестник И тоже Объявление Уполномоченный Министр Снабжения и Продовольствия В Камчатской области Объявляет Что с 25 Сего декабря Продукты Продовольствия Из Петропавловского Продовольственного Магазина Будут выдаваться По картошной Системе В целях Предотвращения Спекулятивных Операций И равномерного Распределения Между населением Необходимых Продуктов По удешевленным Ценам Карточки Выдаются На следующие Продукты По расчету На один Месяц На одного Человека По пуду Муки По три Фунта Крупы По четверти Фунта Или четверти Кирпича Чаю По три Фунта Сала По полторы Фунта Масла Бобового По три Банки Молока Консервированного По пять Фунтов Солонины По пять Фунтов Кислой Капусты И по одному Фунту Монпассия Напомню Что пуд Это шестнадцать Килограммов Фунт Это четыреста Граммов На каждую семью По три Банки Томату По три Фунта Свечей По десять Коробок Спичек По три Фунта Мыла По три Фунта Соли По двадцать Штук Яиц По полу Фунта Перцу По десять Фунтов Луку По полу Фунта Хмелю И одна Штука Китового Веника Картофель Свежая Капуста Соленые Огурцы И чеснок Отпускаются Из склада В любом Количестве Напомню Это 1919 Год Лица Покупающие Из пекарни Хлеб Получают Карточку На хлеб По пятьдесят Фунтов На человека В месяц Взамен Муки Все продукты Городским Жителям Выдаются На один Месяц А иногородним На два Месяца Подписал Объявление Уполномоченный Министр Снабжения Продовольствия В Камчатской Области Смирнов Теперь Из 1919 Переходим В год 1991 26 декабря 1991 Года Газета Вести Сообщает Что 17 декабря Газосварщик Запалил Деревянную Обшивку На БМРТ Тегиль В Елизаве Пострадал Обувщик Домобыта Радужный Искра От наждачного Станка Попала на банку С клеем И та взорвалась Обувщик Получил ожоги В поселке Ильпырске В магазине Книги Культтовары Продавец Затопив Жарко Печку Пустил Красного Петуха В свое Торговое Заведение Сгорело Солидное Количество Книг Плакатов И игрушек Какие-то Абсолютно Пожарные Новости 22 декабря На улице Шевцовой Какие-то Жизофреники От совхозной Системы Во второй раз Запалили свинарник Крестьянского Хозяйства Россия Спасены 100 свиней И 3 коровы То есть В России Спасли Свиней И коров 26 декабря 1991 Года Газета Вести Теперь опять Переходим В газете Более старой 59 год 27 декабря Газета Камчатский Комсомолец Стихотворение Владимира Воробьева Стихи о Северном Докторе Вот как раз Мне не нужно Дополнительно Исполнять Функцию Культуртрегера Читая Стихи Потому что Сейчас Будет Стихотворение Из газеты Стихи о Северном Докторе Блещут Отблески Пляшут Тени Ты вплотную К огню сидишь На пылающее Поленье Зачарованное Глядишь Но вернулся Каюр Готово Доктор Минахааула Надеваешь Кухлянку Сновую Ходишь В ночь От тепла Час За часом Бредут Олени Опустив До земли Рога Где же Где же Оно Селенье Все Упрятанное В снега Может быть Ты почти У цели Хоть бы стих Снегопад Шальной Где-то Мусерица В постели Ждет И верит В тебя Больной А на тундре Кружит Ветер Пламя Снежное Лиц Жжет Заблудис И никто На свете Ни за что В этой мгле Не найдет Злится Ветер Скликая Беды Но не сбить Каюра С пути Русакосая Непоседа Жизнь Кому-то Должна Спасти Автор Стихотворения Владимир Воробьев Стихи о Северном Докторе 27 декабря 59 года Прошлого Века Газета Камчатский Камчатская Правда 28 декабря 39 года Совершенно Замечательное Извещение Из Москвы Телеграмма Сталина Гитлеру Берлин Главе Германского Государства Господину Адольфу Гитлеру Прошу вас Принять Мою признательность За поздравление И благодарность За ваши Добрые пожелания В отношении Народов Советского Союза Сталин Большой Палач Поблагодарил Меньшего Палача Сталин И Гитлер Братья Навек Здравствуй Родина Моя Вышит Знамя Взвезь 28 декабря 39 года Газета Камчатская Правда Тот же Самый Номер Заметка Восстановлен Мощный Катер Сообщают Из рыбокомбината Имени Кирова В течение Ряда лет На Камчатке Существовало Убеждение Что строить Плавсредства На месте Нельзя Конгасный Цех Кировского Комбината В этом году Приступил К восстановлению Морского Катера Он был построен Почти заново Заменены Все детали Начиная с кили Окончая Полубной Надстройкой Большое внимание Уделено Внутренней отделке Новому катеру Присвоено Имя Валерия Чкалова Сейчас Восстановление Катера Полностью Закончено Испытания Дали Прекрасные Результаты 39 год 28 Декабря Газета Камчатская Правда 29 декабря 1963 года Та же самая Газета Камчатская Правда Заметка Без автора 440 новоселов Которая Рассказывает о том Как 440 Судоремонтников Получили новое Жилье В пятиэтажном Здании Общежитие Петропавловской Судоремонтной Верфи Строительство Началось в июле Пишет газета Одновременно Подводили Коммуникации Возводился Второй этаж На первом Уже работали Сантехники Строительство Шло Поточным Методом Сейчас Здание Общежития Принято Государственной Комиссией 2300 квадратных Метров Жилья Будущие Жильцы Лучшие Молодые Рабочие Верфи Они приходят Сейчас Помогают Расставить Мебель Повесить Гордины Занавеси Расстелить Ковры Навести Уют Заметка 440 Новоселов 29 декабря 1963 года Газета Камчатская Правда И в тот же день В той же газете Был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР О награждении Карякского Национального Округа Орденом Дружбы Народов За большие За большие заслуги Трудящихся Карякского Национального Округа В деле Укрепления Братской Дружбы Советских Народов Достижения В культурном И хозяйственном Строительстве И во знаменомании 50-летия Союза Советских Социалистических Республик Наградить Карякский Национальный Округ Орденом Дружбы Народов Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Георгадзе Москва Кремль 29 декабря 1972 года Ну и последняя газетная заметка сегодняшнего дня 30 декабря 1973 года опять газета Камчатская правда заметка Бондарь рассказывает о Бондаре из Ильпыря из Анапки Алексея Попове Какой стиль Алексей Андреевич задумчиво смотрел на море откуда доносился легкий шум волн 33 года прожито на Камчатке но море никогда не надоедало да и как не любить его если привязан к морю с 11 лет не только как житель побережья по профессии своей Алексей Попов имеет самое непосредственное отношение к морю и рыбе он Бондарь Анапкинский рыбокомбинат и поселок Ильпыр расположены на узкой кошке окруженной с трех сторон морем даже в квартире слышно как морские волны с грохотом набегают на кошку скатываются обратно ранней весной идет нерестовая сельдь за ней лососевая а потом малые сейнеры сдают камбалу треску зимой рыбаки ведут подледный лов лов наваги автор заметки Качатаев пишет мне не раз приходилось видеть Алексея Андреевича за работой и всякой раз я восхищался ловкостью и молодым задором с которым он работает свои 44 года все оборудование станки инструменты в бандарном цехе он знает как свои пять пальцев да и как ему не знать если нет такого станка на котором не потрудился бы опытный мастер в 1963 году построили в рыбокомбинате новую бандарку привезли новое оборудование много сил потратил на его наладку бандарь новатор не зря его портрет вот уже в течение многих лет на доске почета и заканчивается заметка такими словами в Эльпыре Алексей Андреевича Попова знает каждый потому что этому уголку Камчатской земли отданы лучшие годы его жизни напряженный труд знания и опыт вот такие вот вырезки кстати я недавно был в Эльпыре заброшенный поселок никакого производства несколько учеников в школе всего живет в Эльпыре по-моему чуть больше 70 человек которым ехать просто некуда там нету ни централизованного отопления ни канализации ни водоснабжения это была Камчатка день за днем от 24 до 30 декабря а теперь как вы уже привыкли ставьте лайки если вам нравятся краеведческие изыскания в старых газетах пишите комментарии и выполните рекомендации которые вы видите в правом нижнем углу кадра до свидания в следующем году в следующем году